окей поехали спинной мозг и филогенетически более древний поражается поражается он значительно реже в сотни раз реже заболевание возникает по сравнению с головы с головным потому что он филогенетически более древнее образование у него дублирующая система кровообращения и поэтому он страдает редко у животных страдает чаще у человека слава богу нет мы можем наблюдать практически при любой патологии можем увидеть аутоиммунный процесс рассеянный склероз мы можем увидеть боковой амиотрофический склероз я вам показывал мрт а нет я вам показывал сиринга мили сиринга милия боковой амиотрофический межпозвонковые грыжи диска которые мы несколько раз говорили опухоли которые мы разбирали на топических лекциях по проводниковым путям чувствительности болевой глубокой ну и инфаркты спинного мозга они могут быть ну конечно не очень много заканчивается заканчивается спиной мозг на уровне верхней верхней пластинки l2 данные анатомические данные мне позволяют пунктировать производить лимбальную пункцию ниже этого уровня в сердце все следующие промежутки в полном распоряжении врача сегментов 5 причем обращаю ваше внимание что позвонков шейных 7 а сегментов 8 и в принципе единственный интересный момент здесь будет то что мозг закончился на уровне верхней пластинки l2 как не показывает курсор на экране а оставшиеся фили или нити или корешки продолжают свисать в виде конского хвоста и выходит каждый в своем сегменте то есть например корешок l5 с 1 они выходят в каждом своем межпозвонковом отверстие могут соответственно сдавливаться различными рыжими диска главная артерия снабжающая спинной мозг артерия дамкевича она дублируется еще дополнительно нижней и верхней дополнительные и артерии шейного утолщения и собственно при атеросклерозе который редко очень возникает вот этих артерий при атеросклерозе этих артерий может включаться дополнительная система кровообращения при поражении сегмента или корешка спинного мозга у пациента будут наблюдаться сегментарные или корешковые что будет одинаковым термином мы не одинаковым при поражении сегмент редко возникает а поражение корешка так как его можно сдавить в его канале или сдавить грыжи диска между позвонковой то скорее всего еще увидите корешковое распределение он покажет что по данному дерматому может быть боль а может быть гипоэстезии редкая гиперэстезия можем определиться какой корешок сдавлен дальше произвести визуализацию или рентген или мрт и определиться с значением терапии или это будет локальная терапия инъекционная терапия локальная локальная физиотерапия или это будет хирургическое вмешательство или это будет системное воздействие медикамента тем путем которым мы выберем мы с вами говорили что спиной мозг выглядит именно так что спинальный корешок вот он где сдавливается собственно да вот спинальный корешок он разделяется на передней на передней и задней а это как раз спинальный ганган гангл и псевдо униполярный нейрон здесь видим чему рак передние рога выделяются дело в том что здесь находится большое количество двигательных нейронов или альфа-мотонейронов соответственно клеток больше двигательных потому и появляются утолщение рога задние чувствительные клетки вегетативные боковые рога они менее выражены утолщение шейное и поясничное почему они существуют шейное утолщение существует потому что нужно управлять обилием мышц которые находятся в верхних конечностях в руках поэтому клеток много мышц много соответственно утолщение поясница находится обилие клеток для управления нижними конечностями соответственно поясничное утолщение а в грудном отделе нужно управлять меньшим количеством межреберных или например длинными разгибателями спины косыми мышцами живота меньше гораздо мышц меньше конечно объем спинного мозга в белом веществе спинного мозга проходит трактусы различные вверх и вниз чувствительные идут вверх двигательные идут вниз двигательные тракты идут в заднем задних канатиков о чувствительные тракты идут задних канатиков голи и бурдах и поражаются при спинной сухотки при сифилитическом поражении спинного мозга сифилитик не чувствует глубокой суставно-мышечной чувствительности на стороне поражения на двухстороннее конечно же и боковых канатиках идут проводниковые пути болевой и температурный орковый мышечный путь про который мы будем с вами говорить на следующей лекции он идет тоже в боковых канатиков экстра экстра центричное расположение длинных проводников боковых канатиках спинного мозга мы с вами уже рассмотрели вот привели пример об экстрамедулярных образованиях которые компримируют спинной мозг и интрамедулярных образованиях которые чаще всего являются инфильтративными опухолями или демилинизирующими бляшками и которые сдавливают изнутри движение идет наружу и интрамедулярные образования они не операбельны а экстрамедулярные могут крепиться к стенке спинномозгового канала и хорошо удаляться нейрохирургом зависимости от того где находится точка поражения мы с вами уже кто внимательно слушал у кого в голове сложилась топическая картина уже может с малой степенью ошибки определиться с топическим диагнозом поставить точку где же располагается очаг зачем мне нужно знать с точностью до трех миллиметров где поврежден или это белая или это задний рук или передний рук дело в том что разные заболевания поражают разные структуры нервной системы разные заболевания лечатся по-разному имеют абсолютно разный прогноз поэтому без нейро визуализации который нам такой картинки естественно не даст на мрт которое я вам показывал сегодня неоднократно информации не очень много здесь вот то что мы сейчас с вами рассматриваем на томе информации гораздо больше поэтому как ни странно клинический осмотр невролога у которого в всего лишь молоток с резинкой и иголка может получить данных о локализации гораздо быстрее бесплатно потому что бесплатно в поликлинике приема и более точно чем магнитно-резонансный томограф поэтому разный прогноз разное лечение тем более значит до мрт нужно еще добраться на не везде есть и есть очереди тазовые нарушения характерные для поражения спинного мозга если поражены проводники и выше сакральных это называется центральный тип если поражены собственно сами корешки сакральных сегментов спинного мозга это называется тазовое нарушение по периферическому типу клинически могут быть различные уровни сдавления спинного мозга которые клинически очень хорошо дифференцируются и можно определиться где и собственно уже потом от этого строить свою диагностическую тактику дальше и так выше шейного утолщения на уровне шейного поражения между шейным и поясничным утолщением поражения спинного мозга выше поясничного на уровне поясничного и на уровне конуса и конского хвоста мы сейчас с вами разбираем и так верхний шейный уровень поражения выше шейного утолщения выше шейного утолщения идут только проводники выше шейного утолщения ни один сигнал от нижних и верхних конечностей не по поступит в мозг от дерматомов и ни один сигнал из мозга не попадет на органы эффектора мышцы верх плечевого и тазового пояса поэтому будет симптоматика со всех конечностей со всех называется 4 тетра тетрапорез то есть частичная слабость мышцах или тетраплегия то есть полная слабость 0 баллов нарушение всех видов чувствительности ниже уровня положения потому что все проводники в данном случае будь то у нас компрессия или это травма повреждения например ножевое ранение ниже уровня поражения ножом тоже все виды чувствительности будут отсутствоваться про по проводникому типу тазовые естественно тоже будут так как рядом дыхательный центр то будут дыхательные нарушения и так по каждому уровню спинного мозга мы должны с вами сделать три выводы 1 вот здесь для выше шейного утолщения это тетрапорез 1 нарушение всех видов чувствительности 2 и нарушение тазовых 3 всего 3 и точно также на каждом уровне мы с вами будем говорить шейное утолщение чем она отличается принципиально от тем что уровень поражения проходит через шейное утолщение где находится альфа-мотонейроны или передние рога где находятся клетки мы своим проводниковый пути еще не прошли там находится альфа-мотонейроны если мы их поражаем органы собственно периферической уже получается нервной системы то возникает вялый периферический пар с получается в руках будет вялый пар пар с обмоках будет нижни смастnat эти пар пар с первую точку поставили второе по чувствительности нарушение чувствительности ниже уровня поражения все виды чувствительности будут отсутствовать у стран жизни чувствительности ниже уровнем поражение базовые нарушения тоже было на первом этапе могут быть корешковые боли буквально один-два дня может полтора дня но не три дня уже будет синдром клода бернара горнера который проявляется при поражении центрума целевого спина ли который находится в сегментах c8 d1 центре бульги и у него триада кто змеоза нафтали кто опущение века не полностью закрылась как при поражении третьего нервового полематориуса а чуть-чуть мы видим что это века полуптоз чуть-чуть опущены миоз сужение зрачка этот шире этот уже не так разница в пять раз как при субдуральной гематоме где например огромнейший зрачок на уровне гематомы а здесь обычный нет здесь миоз чуть-чуть будет три города и синдрома горнера и анафтальм ретро бульбарная клетчатка она перестает выталкивать при нарушении симпатической нервации перестает выталкивать глазное яблоко вперед и получается что яблоко чуть-чуть западает все это три симптома они небольшие они заметны только врачу а пациенту и его родственникам обычно незаметно клод бернар горна триада редко грудной уровень поражения ниже шейного утолщения ниже шейного утолщения руки интакт назначу руках ничего не будет поэтому будет только нижний спастический парапорез поражение нарушение всех видов чувствительности ниже уровня поражения тазовые расстройства корешковые боли пациент может быть появиться а в хирургическом отделении с опоясывающими болями а потом через два дня когда его парализует ниже уже понятно что это спинной мозг они панкреатит но панкреатитов конечно же больше таких вот ситуаций когда опоясывающий более то один на тысячу на тысячу панкреатитов конечно пациентов алкоголиков с панкреатитами гораздо больше чем пациентов с поражением спинного мозга поэтому корешковые опоясывающие которые предваряют парализацию нижних конечностей нижней спастических конечно же мало но такие пациенты бывают поясничное утолщение поражены собственно сами органы клетки и поэтому получается нога периферический вялый порез который мы будем рассматривать на следующей лекции на следующей неделе вот здесь будет нижний вялый пара порез или нижний периферический пара порез репарплиги нарушение функции тазовых органов все по центральному типу идет и нарушение чувствительности ниже уровня поражения эпиконус конус и конский хвост в этом случае будут тазовые расстройства по периферическому типу корешковой боли седловидная анестезия то есть анагенит генитальная зона но и стопы немножечко могут быть парализованы то есть на пледе пациентам с конским хвостом удобно стоять именно в такой позе это синдром броунс и кара который мы с вами уже разбирали это синдром поражения серой спайки не чувствую не чувствует термочувствительность серая спайка я думаю что мы этими лекциями на сегодня закончим дальше поставлю видео про головную боль и с вами распрощаюсь